Новости с Валерием Соловьем Сегодня у нас 5 ноября Доктор исторических наук Валерий Дмитриевич Соловей Я Александр Бабылев, вас приветствую Валерий Дмитриевич, понимаю, все понимаю Всю вашу нелюбовь к американской политической повестке Но сегодня нет никакой возможности ее избежать 3 числа наяву происходил кошмар всех автократий В Штатах прошли выборы с неопределенным до сих пор результатом Что можете сказать в широком контексте По положению на сейчас, на 14.00 5 ноября Кто выиграл, кто проиграл в результате Похоже, что Байден все-таки выигрывает В данный момент мы можем об этом говорить С большей или меньшей вероятностью Скорее, с большей, чем с меньшей Но его победа не оказалась, если эта победа столь сокрушительная Как предвещала социология То есть никакого разрыва в 10% пунктов во время голосования Никакого решающего отрыва от Трампа и в помине не было Это, кстати, само по себе указывает на провал социологии То есть второй раз Первый раз социология провалилась в 2016 году Сейчас она провалилась второй раз Но это уже вопрос к социологам Они объяснят, почему они провалились Помните эту шутку Что искусство политикового эксперта состоит в том Чтобы дать прогноз, а потом объяснить Почему прогноз не реализовался Я это очень хорошо знаю на себе По собственному опыту, Александр Георгиевич Зачастую прогнозы не реализуются По полной силе, уваженной причинам В большей части Но здесь, понимаете, чем мы имеем дело Это отражение уже, наверное, культурной системы Страхов и фобий, надежд американского общества Кстати, оно в этом отношении Вот сейчас скажу, в каком пункте Похоже на российское Те люди, которые намеревались голосовать за Трампа Они об этом не говорили Потому что они считали, что эти ответы социально неодобряемы Точно так же и в Российской Федерации У нас люди, которые выступают против Путина Публично об этом не говорят Или дают ответ социально одобряемы Или вообще отказываются отвечать Но держат фигу в кармане Естественно, фигу Но пока еще не булыжник Третье Пока что никакого гражданского противостояния Которое пророчили очень многие С плохо скрываемой надеждой, наверное, в России Что вот там сейчас начнется гражданская война Пока, вот, по крайней мере, сегодня нету в помине И бог даст, все обойдется Америка это слишком важная страна И слишком большая экономика для того, чтобы Честно вам скажу, желать ей дурного Потому что стабильность мировая во многом зависит от стабильности в Соединенных Штатах И от рост мировой зависит тоже от роста в Соединенных Штатах От того, как они потребляют, в том числе, мировую продукцию Ну и, как это скажется, победа Байдена на Российской Федерации Вот очень интересно Это самый интересный для нас с вами вопрос Для американцев он не имеет абсолютно никакого значения Россия находится для них где-то далеко-далеко на периферии их сознания Это даже не второстепенная, а третьестепенная страна с американской точки зрения Американцы в этом смысле очень здоровые эгоцентрики Они ориентированы исключительно на собственную страну Собственные проблемы Дай бог и нам бы так Но наши люди, не имея свободных выборов С восторгом следили за выборами в Соединенных Штатах Не отвлекались Два дня подряд Как там у них Переживали Переживали Малейшие нюансы, что в Мичигане вбросили почтовые вот эти вот голосовые Да не было там никаких вбросов, насколько я могу судить По крайней мере таких вбросов гомерических масштабов Как поспешила оповестить наша медийная машина Вон смотрите У них не только линчуют негров И убивают душ от негров У нас просто там на бутылку могут посадить Да, у них вот негров душат На улицах Ну и еще и значит вбрасывают Ого-го И сразу сто тысяч Или сто двадцать Поболее Сто сорок Да Поболее чем у нас Все это имеет на самом деле очень простое Ну довольно простое иррациональное объяснение Ну посмотрим В конце концов там есть суды И возможно суды Как учит нас Владимир Владимирович Идите в суд Вам что-то не нравится Идите в суд Это хорошее в конце концов И там вот видите президент Соединенных Штатов Все еще действующий И Трамп будет действующим президентом до инаугурации Значит он обращается в суд И только по судебному решению Можно там приостановить процесс подсчета голосов Начать проверку Тому подобные вещи Так вот Как это скажется на нас А толком никто не знает Александр Георгиевич Есть очень тревожные ожидания в российской элите С ее точки зрения Это очень важно Победа Байдена Победа Байдена Означала бы что Путин отвернулась удача Окончательно Окончательно Хотя Путин говорил Сравнительно недавно Несколько дней тому На совещаниях Что в общем мы готовы В Кремле имею ввиду В том что мы называем Кремлем Это бункер Метафизический Метафизический Да Метафизический кремль Бункер это вполне реальный Он сказал что мы будем иметь дело С любым президентом Соединенных Штатов Кто бы не победил Ну да И значит Сейчас наши Эксперты По Соединенным Штатам Начнут ронять Робкие ростки надежды Высушенное сознание Российского общества Что вот Там Байден хочет договариваться Ну якобы По СНВ-3 То есть Будут какие-то контакты Все не так ужасно На самом деле Александр Георгиевич Точно никто не знает Какая там блиния Какая позиция Возьмет вверх Я имею ввиду В отношении России В будущей Американской администрации И в их Тэнк Тэнкс То есть В их мозговых трестах Я знаю Доподлинно Что где-то Недели три назад Удалось Кремлю Найти подходы К штабу Байдена Состоялись консультации До этого Дело шло безрезультатно Ничего не удавалось Подходы эти Были реализованы Состоялись Первые консультации Негласного сорта Ну и Якобы С американской стороны Было сказано Что никаких санкций Из ада Мы против вас Вводить не собираемся Вот так Вот то чем Мы пугали Ну мы Я имею ввиду Как политические обозреватели Пугали общество А наоборот Многие втайне мечтали И не втайне А явно мечтают Об этих санкциях Потому что С точки зрения Значительной части Политического класса Российского Это бы ускорило Падения режима В России Вот для них Американцев Этот вопрос Не предрешен Хотя Те кто С российской стороны Вел консультации Они американцам Не очень верят Мы постоянно же Обманываем Ну и они могут Нас сейчас Обмануть Потому что Они могут нам Давать такие Обещания О том что Все будет нормально Чтобы мы не вмешались В их выборы А потом посмотрим Что на самом деле Будет Вот когда Если Байден Станет президентом Кого он назначит Госсекретарем Директором ЦРУ Главой Пентагона И тому подобные вещи Вот по Кадровым назначениям И будут судить О возможных Контурах Американской Политики По отношению К Российской Федерации И по отношению К Руководству Но все таки Хочу сказать Что предвыборная Риторика Байдена Была достаточно Жесткая В сентябре месяце Он говорил о том Что он В случае своего Избрания Намерен Поменять Оливковую ветвь Обама На санкционную дубину Это я его Практически цитирую Ну и что Между словами И делами Может пролегать Дистанция Огромного размера И даже если он Серьезно На это настроен Потребуется Время на реализацию А как раз За это время В России Могут произойти Очень серьезные Перемены А вот все таки Если говорить серьезно Эта ситуация С двоевластием В Америке Может как-то Затянуться По времени Пока там Длятся Взять Суды Или там Чего Был Законодательный Я не знаю Как это Законодательный Точке зрения Выглядит Ну Я не думаю Что это будет Бесконечная Правовая коллизия Не похоже на то То есть Они в какие-то Ограниченные Сроки Подведут Итоги Выборов Сейчас посмотрим Если там Преимущество Байдена Окажется Очевидным Незакрушительным Но очевидным Наверное Все прекратится Физически За него Мы знаем Что проголосовало Больше людей Около 70 миллионов Да Но явка Вообще была Беспрецедентно Высокая Это самая Высокая Явка На президентские Выборы Чуть ли не за 120 лет То есть Общество Было мобилизовано И вот За счет Столкновения Во многом Полярных Позиций Это привело К мобилизации Общества И к Тому Что Оба Претендента Долгое время Шли ноздрям Ноздрю Вы помните Что еще Вчера То есть 4 ноября С утра Трамп объявил С утра И днем Трамп объявил С в победе И казалось Дело к этому Идет Потом стали Почитывать Голоса Полученные По почте И ситуация Стала меняться Я же говорю Ночной Кошмар Автократия Конечно Когда даже Центрисбирку Не знает Ни Центрисбирку Ни администрация Беловодова Не знает Кто будет победителем Александр Георгиевич А более того Вам скажу Никто из Американских граждан Не знает Кто у них там Изглавляет Центрисбирку Это же до каких Вообще Высот Да и у нас Конечно же Не знают Но у нас Видят как Проходит голосование Не знают Не знают Нет Александр Георгиевич Это мы с вами Как люди Вовлеченные В политику Или хотя бы В обсуждение Политики Знаю Подавляющую Большинству Отечественных Избирателей Фамилия Имя Отчества И внешность Памфиловой Абсолютно Неизвестны Буду вас Вовлекать Философию Историю Мне кажется Это тоже Востребовано Нашими зрителями Политикой Конечно Мы в последнее время Мы Я имею ввиду Медийное сообщество Людей перекормили Похоже У них Какой-то А куда деваться Куда деваться К сожалению Наша судьба Сейчас Я имею ввиду И судьба Нас как граждан Судьба страны Находится В сфере политической Прежде чем Погрузиться Во внутреннюю И отчасти Во внешнюю Политэкономическую Повестку Давайте все-таки Несколько слов Скажем Про вчерашний день День народного единства Ну понятно Что это был Изначально День Назначенный По календарной Близости К 7 ноября Конечно Чтобы переместить Фокус внимания Да Но не понятно Затушевать Затушевать День Большевистской революции Но До сих пор Непонятно По крайней мере Мне неразумному О каком единстве Идет речь Вот В прицеле В прицеле На прекрасную Россию Будущую Валерьевич Вы каким бы Смыслом Этот день Напомнили Если бы Это зависело От вас Я честно говоря Вообще не уверен Что вот такой праздник 4 ноября Необходим Ну если говорить Об идее Единства Я это называю Для себя Национальной Гражданской Солидарностью Я считаю Что это Архиважный Пункт Архиважный Потому что В нашем обществе Вообще не хватает Взаимодействия Не хватает Способности К объединению Не хватает Горизонтальных Связей Они Минимально Просто У нас даже Членам Собственной Семьи Зачастую Не доверяют Что уж Говорить О доверии Ближнему А тем более Кому-то Дальному Ведь на самом деле Национальная Солидарность Или гражданская Солидарность В данном случае Это практически Синонимичная Это залог Крепости Страны И залог Здоровья Общества Понимаете Когда мы Ощущаем Себя Членами Единого Сообщества Мы разделяем Общие горе Общие горести И общие радости Иногда Психоэмоционально Такие прорывы У нас случались Ну скажем Во время Чемпионата Мира по футболу Который был В 2018 Году В России Во время Побед Сборной Вот такое Национальное Единение Стихийно Спонтанно Происходит Но нам На самом деле Надо добиваться Того Чтобы это Стало Долговременной Практикой Или совокупностью Практики Распространялось Распространялось Это кстати Принципиально Важно Для Скажем Экономики И хозяйственной Жизни Потому что Чем длиннее Радиус доверия Вот есть такое Понятие в социологии Тем успешнее Строится экономика То есть Если вы Пожав друг другу руки Да Начинаете Реализовывать сделку До подписания Всех контрактов Это кстати Характерно Для Соединенных Штатов Характерно Для Соединенных Штатов Казал бы Страна юристов Ключкотвором Но там В бизнесе Вот так происходит Я это точно знаю Вы абсолютно правы Так и есть Вот Это Это доверие И это есть солидарность Я работал с американцами Он сказал Это все Пацан сказал Пацан сделал Безнес-слово Без бизнесмена Кое-чего стоит Вот Так что Это категория Которая пронизывает Вообще все Экономическую Социальную И это Важнейшее Моральное основание Ну Как это практиковать Александр Геевич Показывать Пример Богатые Должны показывать Пример солидарности С бедными В кризис Они должны Демонстрировать Самоограничение Не демонстративно Потреблять А демонстрировать Скромность Владимир Олегович Пусть эта скромность Будет Всех И 5 миллиардов Всех Я имею в всех Начиная от министров Которые должны Потребовать Чтобы им сократили Зарплату Просто потребовать На 10 На 15 Процентов Я понимаю Что при их зарплатах Это будет Скорее символическое сокращение Но для национальной солидарности Здорового морального климата В обществе В стране Это принципиально важно Расходы на администрацию Президента Оставили прежними И даже чуть увеличили Да А наоборот Должны сократить Расходы на администрацию Но не сокращать Ни в коем случае Расходы на здравоохранение Мы с вами В прошлый раз Обсуждали Сколько там Сократили В бюджете На следующий год На 11% Нет Там значит По этому году 4% От ВВП А в следующем году На 0,2% От ВВП Сократили Да За 3 года Это будет Существенное сокращение Что вовсе непонятно Особенно в текущей Педиологической Так что здесь В России Нет не только Никакого стремления Если говорить О практиках О реальной политике К национальной солидарности Все что власть делает Это раскол Она Не хочу сказать Что сознательно Но Своими действиями Возможно Бессознательно Она провоцирует Раскол И ненависть К самой себе Вот в России Не просто отчуждение А ситуация ненависти Между обществом И государством Потому что люди наши Прекрасно видят И чувствуют Им даже не надо Это уже осмысливать Ни в каких Социологических теориях Что государство Всеми своими действиями Враждебно нам Это ненависть Пока латентна Сколько я могу сказать Нет Она не совсем латентна Она проявляется Тем или иным образом Но пока она Проявляется в риторике В том Как относятся к государству Что о нем говорят Вы знаете Мы эту риторику Просто не можем Здесь воспроизвести Мы приличный Программ Просто не в состоянии Но обратите внимание Градус этой риторики Постоянно растет А потом Да Перейдет к делу То есть Неизбежно Вот эта риторика Этот дискурс Перерастет в практике Совершенно неизбежно То есть Это произойдет И более того Чиновники это знают Я вот приведу пример Когда четыре дня назад Четыре или пять дней Я услышал Из уст Выскопоставленного Готча Чиновника А следующую фразу Я ее почти Дословно Приведу А потом Мы ожидаем Начала хаоса В стране Вот Хаоса Понимаете Это означает С его точки зрения Дезорганизацию Экономической Социальной Жизни И начало Противостояния А тут семипедий Волбоне Надо быть Просто экономическая Ситуация К этому подводит Это исходит В том числе И от них То есть Он говорит Об этом О чем-то Практически Неизбежном Мы ожидаем Начала хаоса Молодец Да Молодец Причем Он говорит Что счет идет На месяцы Вот так Я понял Я тоже Не мог Не согласиться Но До этого Их позиция Была более Оптимистичная Вот знаете У меня Какое ощущение Есть по поводу Вот этого Всенародного Единства Что оно Вот просто Совсем Утратило Актуальность В отношении Внешних Врагов В общем-то А под них Оно было Ну честно говоря В основном Заточено Да Это все По сравнению С очевидными Внутренними Социально-экономическими Угрозами А вот По вашему То есть Ввиду этих угроз Совершенно Как-то Внешние Враги Нас перестали Волновать Потому что Внутри У нас Такое Что Ну у нас Главная Угроза Это вызов Внутри Страны Не враги Нам бросают Вызов Нам никто Из них Вызов Не бросают Сейчас И даже Пропаганда Не может В этом уже Люди Убедить И она Даже не может Определить Эти Внешние Вызовы Откуда Они исходят Кто нам Угрожает Скажите Ну кто Германия Нет Франция Нет Соединенные Штаты Нет Всему миру По большому счету Развитой части мира На нас Наплевать Александр Георгиевич Наплевать С трудом Могу представить Они смотрят На нас С презрением Как на людей Копошатся Прошу прощения Смешные крестьяне С своей смешной Картошкой В своем Смешном Навозе И Комбремя Колоссальный Потенциал И нищают С каждым годом Да Как можно Относиться К такой стране И к таким людям Только с легким Презрением С опасением С опасением Да Потому что У этих крестьян Еще оказывается В сарай стоят Довольно Такие современные Системы вооружения И они умеют Ими пользоваться Валерий Дмитриевич А вот только у меня Не хватает Фантазии Представить Как натовский танк Гусеницами Значит Уродует Нашу родную землю Не только у вас Можно представить Немецкого бюргера Который сел в танк И поехал к нам Я вот Даже выпив Это не середина Прошлого века Александр Георгиевич Вы прекрасно понимаете У немцев Другие интересы Сейчас Они кстати Совсем не прочь Заниматься экспансией Совсем не прочь Но Экономической И экономической экспансией Они занимаются Архи успешно А для того Чтобы контролировать Какие-то страны Или Влиять на них Совсем не обязательно Туда посылать Танковые армады Достаточно Купить их экономику Внедриться в их экономику Какая экономия На оккупационной администрации Никаких тебе Кратиза Делает национальное Все Да Просто Просто Причем это Вполне себе Взаимовыгодное Вполне себе Взаимовыгодное Сотрудничество Ну да Но ваша Банковская система Как в Чехии Принадлежит иностранцам А ваша Шкода Делается кем Знаменитая Чешская марка Делается немцами Ну концерн Автомобильный Значит немецкий Причем Качество Шкод И как вы думаете Чехи испытывают Там чувство Национального унижения Ну так вот Вы замечали Какое-нибудь Стеснение Со стороны чехов Тем что У них значительная Часть экономики Контролируется Немцами Ну поругивают Они немцев Ну так не Поругивают Ну да Ну так Это же давнишняя Неприязнь Культурная Если хотите Историка Культурная Судея Судея Им дают Во многом Работу Немецкие Туристы Не только немецкие Российские Тоже Но немецкие Обеспечивают Довольно Высокий уровень Жизни Ну скажем Для прожан Да Кстати Вот я вам Хочу сказать Что для Раннего И для позднего Путина Был характерен Такой интерес Вот к идеям Солидаризма Солидарность Это же В принципе Хорошо Но как бы Прекрасно С политическим инакомыслием С политической конкуренцией С оппозицией С критикой С свободой слова Почему у нас одно другому В итоге помешало По идее ведь Не должно было Такого Не ну понимаете Для Путина Солидарность Это солидарность С государством Общество должно поддерживать Государство во всем А все Кто говорят Что это государство Какое-то скверное Неправильное Они враги государства И значит враги общества Здесь очень простая логика Она кстати Всегда была характерна Для российского самодержавия И для советской власти Потом Сейчас Для путинской власти Ну это Отщепенцы Ну как же Они выступают Против государства Солидарность Может быть Только одна Власть боится Любых проявлений Горизонтальной солидарности Ее это пугает Потому что Как только возникает Солидарность Помимо власти Вне государства Они автоматически Рассматривают ее Как угрозу Поэтому Они преследуют Любые формы Солидарности В российской федерации Любые независимые Профсоюзы Любые независимые Организации Если Общество филателистов Заявит О том что Государство Выпускает Скверные марки Поверьте Поверьте Тут же выяснится Что это Именно так И хотелось Выяснится Что это Это иностранные агенты Во главе общества Стоят опаснейшие Опаснейшие Трохистко-зиновьевские Лазутчики Это же карикатурная Ситуация Валерий Дмитриевич Но она же Реальность в России Александр Геевич И она настолько Контропродуктивная Помимо всего прочего Ну и что Ну и что Это устраивает Группу чиновников Они считают Что так и правильно И второй вопрос Вот Зачем Путин Нулевых Обращался К идеям Солидаризма Понятно Надо было Как-то Скажем так Уменьшить Турбулентность Которая была На момент Его прихода Риски были Вереки Да Социальное напряжение Было Значительное А почему Он продолжает К этим идеям Обращаться Сейчас Вот давно Вам хотел задать Этот вопрос Вот сейчас Он обращается К идеям Солидаризма А вообще Перестало быть ясным Кто такие мы Мы в Сирии Мы в ОПЕК Плюс Мы в Ливии И мы которые должны 20 триллионов банкам Мы у которых падают Реально располагаемые доходы Мы у которых Оптимизирована медицина Это одни и те же мы Или это какой-то Ну конечно же Это разное Мы с вами Это прекрасно Видим Что вот есть Путь История Когда Путин Выступал В МГУ Перед студентами Там вам еще Алина Маратовна Кабаева Вопрос задала Это было Начало Их большого И славного романа Ну не совсем Начало Начало Светские сплетни Валерий Дмитриевич Это не наша программа Нет Ну а что тут такого Какая светская сплетня Что люди не могут Питать друг другу Сильные чувства Александр Георгиевич Вы просто лишаете Лишаете людей Важнейшей части их жизни И вот Владимир Дмитриевич там сказал Мы стали жить гораздо лучше И тут возглас из зала А мы В записи уже этого момента не было В записи Да Шла прямая трансляция А мы Так вот Они стали жить гораздо лучше У них Все хорошо У нас Увы Все становится хуже С каждым днем По поводу Светских сплетен Валерий Дмитриевич Это мне музыка Навеяло Вспомнил своего покойного деда Крошка Сын Ну не к отцу А к деду пришел И спросил И Кроха А что мой дедушка Думает про роман Льва Николаевича Толстого Анна Каренина Дет По певаю чай Сказал Светские сплетни Это было Самая короткая характеристика Дорожные камеры Начинают штрафовать Подданных Датскому кролевству За разговоры по телефону И за непристегнутые ремени Об этом сообщила Автоньюс.ру А центральный отдел Дорожного движения С гордостью сообщает Что нейросети Обучились безошибочно Определять эти нарушения И даже Телефон около уха Это само собой Но даже телефон в руках Будет определен Как нарушение А штраф И за ремень И за телефон Очень приличный Даже дороже Чем стоплиня Тысяча и тысяч Четыреста рублей Соответственно Вот Валерий Дмитриевич Я вот Знаете Искренне не понимаю Ну вот Жили бы мы В прекрасной стране Помните Которая была За холстом В коморке Папахару Где жизнь Настолько вообще Светла и гармонична Где все благоденствуют Где все процветают И руководство Этой процветающей страны И называлась Тастрада Советский Союз Ну я не знаю Там же Буратино Проткнул своим носом Небольших дурк Я так с трудом Рассмотрел Там какие были Государственные символы Но я так понимаю Что страна была Действительно такая Процветающая Вот И руководство Этой страны Просто знаете Заливаясь слезами Было вынуждено Штрафовать Своих граждан За то Чтобы они Не допускали Ни малейшей вероятности Ухода Из этой жизни Из этой вот Гармонии Из этого Благоденствия Вот что этот Голем Голем Который у нас Левиафан Голем Продолжает Значит У него что В его глиняной башке Совсем мозгов Не осталось Ну как же Денежки-то должны Доходы-то сократились Государству Значит Надо новые источники Найти Мы с вами Не раз говорили Это афористично Сформулировал Бывший глава Президентской администрации Сергей Иванов Люди у нас Новая нефть Вот из них Начинается Выкачивать По-хорошему Как надо было бы Сделать Вот как мне Это видится Конечно Очень опасно Говорить За рулем По телефону Это правда Никто не спорит Безусловно Это неоспоримо Значит Начинается Компания Пиаровская Компания Что не говорить Там билборды Висят Значит Ролики Социальная реклама Потом Это один этап Это длится 2-3 месяца Второй этап Значит Сообщается Что у нас Установлены Камеры Ну камера Новая функция Они будут Отслеживать Нейросети Будут идентифицировать Но первые 3 месяца Вы просто будете Получать предупреждение Без финансовых санкций Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ну можно сказать Вот там-то И там-то И там-то Да Дальше Если вы допустим 3 месяца За 3 месяца Попали условно 5 раз Вы находитесь В группе риска И вы знаете Как это Это можно заложить Тогда в оплату Страховки автомобильной Понимаете, да? Вы находитесь в группе риска Соответственно Для вас стоимость Автомата МОСАГО Будет выше А уже через 3 месяца Или через 4-5 месяцев Начать штрафовать И вот эта компания Которая длится полгода Поверьте Она приведет к тому Что значительная часть людей Воспримет с пониманием Воспримет с пониманием И будет говорить Да, правильно Правильно Но нужно быстрее содрать деньги И вызвать еще Пароксизм Ненависти По отношению к государству Чем оно успешно И занимается Но вот все Что вы говорите Это хорошо Для Опять-таки Для вот этой страны Какой-нибудь Голландии Для спокойной Социально-экономической Обстановки В стране А сейчас Может быть Как-то ослабить Удавку Я же и говорю Что нельзя Так с людьми Обращаться С ними Надо заниматься Психотерапией Вот то, что я предлагаю На самом деле Путь психотерапии Сначала вы людям Объясняете Потом вы предостерегаете И только потом Для тех Кто оказался Особенно упорным Особенно непонятливым Выводите Штрафные санкции Ну тогда Общество Относится К этим санкциям Как? С пониманием И формируется Национальная солидарность Против нарушителей Понимаете? Совсем Другая история Знаете Вот Вообще Так Может быть С некоторым Злорадством Да простят меня Зрители Наблюдая Как классовая Ненависть Бюрократии К участникам Экономического Процесса Я специально Валерий Дмитриевич Не говорю Слово Бизнесмены Потому что Слово Себя Дискредитировало Может коммерсант Предприниматели Предприниматели Как это Классовая Ненависть Стала Распространяться В последние Особенно Несколько лет На все Оставшееся Население С чем Я нас всех И поздравляю Но я хочу Сказать Что Такой подход Он вряд ли Политтехнологически Продуктивен Потому что Раньше Государство Успешно Вбивало Клин Между Извините меня За простонародное Выражение Коммерсами И Успешно Она травливала Одну группу Народом С другой стороны Направливала Одну группу На другую А сейчас Как бы Мы оказываемся Все вместе По одной Сторону Баррикады Абсолютно Точно Зачем Им так удобно Им Деньги Надо Выкачивать И в этом Смысле Мы все Оказываемся Податным Населением Не более того Вот есть Там Холопы Мы все Холоп Холопское Население Лишенные Прав Политических Прав Мы лишены Мы обладаем Только одним Правом Платить налоги Ну и поборы Разного рода Вот Государство Нас превратило В такую массу Дмитрий Дмитрий Потапенко Ввел В медийный Оборот Вот эту Метафору Когда государство С ножичком Подходит Корове И ласково Заглядывая Ей в глаза Спрашивает Ну что у нас Сегодня Только молоко Или еще И мясо Так вот В последнее время Знаете Я наблюдаю Что коровы Уже Индифферентно К этому вопросу Просто Отворачиваются В сторону И ничего Не говорит А скоро Так и вообще Сдохнет Не Александр Георгиевич Это С моей точки зрения Это очень Опрометчивое Суждение Ненависти Накапливается Все больше И больше И внешняя Пассивность Закончится Не должна Обманывать Я же Неспроста Привел Фрагмент Своего разговора С чиновниками Который Сказал Что мы ожидаем Начала хаоса Все они прекрасно Понимают И понимают Что это неизбежно И понимают Что они сами Выступят Инициаторами Этого хаоса Непроизвольно Чаще всего Так происходит В истории Но тем не менее Это случится Вот дальше Мы наверное Я расскажу Какой механизм Может политически Стать Началом хаоса Вызвучит Очень важно Да Друзья Рояль в кустах Не пропустите Белый причем Заметьте Красиво Стейн Вей Концертный Стейн Вей Не какой-нибудь Кабинетный Да И кто За клавишами Этого фона Обратите внимание Но пианист играет Как умеет Пианист играет Как умеет Вы уже Не ругайте Вы виртуоз Нет Я просто Весь Прократился В слух Да Я уже Просто знаю О чем пойдет Речь Друзья Действительно Маленькая Сенсация Сегодняшняя Программа Сейчас Излагать Или позже Ну давайте Не томите Ну Речь идет О том Что Готовятся Досрочные Президентские Выборы Сейчас Обсуждается Их Дата На выборах Настаивает Категорически Настаивает Сергей Владимирович Кириенко Вот Первый Замглава Администрации Человек Курирующий Российскую Внутреннюю Политику Кружение Президента Ближайшее Кружение Оно пока Не очень согласна С этой идеей Ну в чем Я так Цимис Да Считается Что Ну во-первых Президентские Выборы Неизбежны Досрочные Я подчеркну Досрочные Они неизбежны Но чем позже Их провести Тем больше рисков Что ситуация Выйдет из-под контроля Что президент Не сможет Уже действующий Президент Контролировать Ситуацию А он естественно На выборы Не пойдет Он не сможет Уже Поэтому Кириенко Наставил Что надо выборы Проводить раньше Семья Путина Говорит Что может быть Мы как-то Проскользнем Между струек Может еще что-нибудь Придумаем Вопрос Должен быть решен До нового года С датой выборов Или в принципе И в принципе Если он решен В принципе Ответ если положительный То и с датой Предположительно Речь может идти Об апреле Это конечно Здорово Почему Кириенко Именно двигает Эту идею Потому что В противном случае Позже выбор Уже не Не то что нельзя Будет проявиться Средничкой точки зрения Ситуация Из-под контроля Выйдет И этот хаос Наступит И чем позже Проводить Тем больше рисков Вы знаете Они обсуждают И досрочные Парламентские И досрочные Парламентские Александр Георгиевич Я не знаю Как все это Будет совмещаться Но вопрос Стоит Помните Как в бессмертном Филатовском Федоте Стрельце Ну слово молодца Все же не жиже Холодца Президент же сказал Что в сентябре Все будет Парламентские выборы По плану Ну и что Президент же хозяин Он же обещал Не проводить Пенсионную реформу Правда Он же скажет Что при моей жизни Он не будет Обещал А не скажет Зуб дал Зуб дал Да Там обещал На рельсе лечь Или что-нибудь В таком духе Вот Она же проведена Ну то чего тут Много чего обещал Я знаете Что вспомнил Ну я считаю То что Проведение Одновременно Досрочных выборов И в президенты Парламент Рискованно Ну тогда Надо начинать С президентских Конечно же Хочу поделиться Одним наблюдением Я тут как-то Краем уха И краем глаза Подслушал разговор На эхе Москвы Глеба Павловского С очаровательной Олей Бучковой И она Бучкова Спросила Павловского Как вы считаете Когда закончится Весь этот ковидятник Павловский ответил Очень интересно Он сказал Что Вопрос Надо ставить По-другому Не когда он Закончится А чем Он закончится Имея ввиду Как бы Вот нарастающее Вот это вот Социальное напряжение Психотизацию Не важно Как вы относитесь К самой проблеме В принципе Она утомила всех Я согласен Ну В следующем году Тогда Ответ общий Он предполагает Что До весны Когда Ожидаются Значит Какие-то Послабления В этом смысле Ну и естественный Ход эпидемии Пойдет Мы просто Не доживем Потому что Вот эти вот Все Складывающиеся Обстоятельства Приведут К взрывам Разной интенсивности Площадным В разных странах Там и так далее И в этом смысле Это же наверное Тоже фактор Да То есть Ну это колоссальный Фактор риска Конечно Колоссальный Это тоже вот Фактор хаотизации Да Я думаю Что Помните Мы летом Кстати Многие нам Об этом пишут Говорили о том Что все-таки Ожидается осенью Более или менее Такие заметные Народные молнения Во многом Ковид кризис Их же нивелировал Правда То есть Люди же Действительно Воспринут Ну Энергия Казалась Мы можем Рассказать О ее оценках Но так или иначе Казалась Да Направлена На выживание С одной стороны С другой стороны Здесь никогда Нельзя быть Точным Точнее Сложно Попасть В точку Да И третье Это самое важное Я всегда Когда об этом говорил Я исходил из чего Что Кремль Ожидает Осенью Начала Массовых Политических Волнений И он Своей стратегией Сходит из того Что это Произойдет Хорошо Это произойдет Не осенью А скажем В конце Этого года В начале Следующего Это что-то Принципиально Изменит Давление Давление Это никуда не денется Из того самого Метафизического Чайника Оно только Будет нарастать Хорошо Произойдет Ранней весной Следующего года Что это Принципиально Изменит Ничего С точки зрения Матери истории Абсолютно Ничего С точки зрения Нашей судьбы Ладно От этих Маленьких Бытовых Тех Да Передем К серьезным Значит А перед серьезными Не греха пошутить Валерий Дмитриевич Цитата недели От Дмитрия Пескова О волатильности Курса рубля Я догадываюсь Зачитывай дословно Чтобы нас В чем-нибудь Не обвинили Амплитуды Волатильности Минимизируются Усилиями Макрорегулятора Я тут С огромным трудом Удерживаю Свой злой язык За зубами Валерий Дмитриевич Наверное Среагируете Как-то более Интеллигентно Да я интеллигент Конечно Среагирую Я думаю Объяснять Смысл цитаты Мы не будем Здесь важно Понимать следующее Такое Кажущаяся Глубокомысль Это вообще Для многих Людей Для многих Не только Для Пескова Это способ Вскрывать Пустоту Интеллектуальную Бессодержательность Понимается Если вы Начинаете Использовать Мудреные Формулировки Это значит Вы скрываете Нулевое Содержание Дурите Да Дурите Или скрываете Собственную Бессодержательность То есть Не хотите Просто признаться В том что Не очень Вы на самом деле Или понимаете Или просто Не хотите Говорить Это вот Как раз Тот случай Мягко Дмитрий Сергеевич Ну А зачем Жестко Шеф Все сказал Пургу Несет Поэтому Мы с вами Можем Ставить Там Такую Аббревиатуру НП Несет Пургу Или ПНП Песков Несет Пургу Кстати Я знаете Вот В этом Высказывании Я уже взял Себя в руки Профессора Все хорошо Я нахожу Подтверждение Вот кто-то Из политологов Сказал Не помню кто Подтверждение Того Что Деятельность Всей нашей Госмашины Носит Такой Имитационный Характер Что заявление Пресс-секретаря Что деятельность Различных Министерств Минэка Минфина Центрального Банка Идет Какой-то Документ Оборот Между тем Люди Живут Все хуже И хуже По последним Данным Это уже Официально Известно Мы росли Последние Десятилетия На 0,8% В год А с учетом Провала Этого года И вовсе Не С учетом Качества Нашей статистики Так может И вовсе Не росли Друзья Давайте Валерий Дмитриевич Скажем Что мы Вообще Глубоко Сомневаемся В Росстатовской Обоснованно Сомневаемся Потому что Друзья Во все времена И во всех Странах Статистические Ведомства Приукрашивают Показатели На 1, 2, 3 Далее Зависит от степени Оголтелости Режима Процентов И почти Все эти Статистические Методики Почти не Учитывают Амортизацию Национального Продукта Произведенного В предыдущие Годы То есть Если мы Растем На 0,8% Это означает Что мы Падаем На 3 Может быть Даже 4% Ну я думаю Все таки Не так Не так Драматично Но роста Точно нет Может быть Даже небольшое Снижение Довольно Соответственно Мы беднее Мы же еще Специфика Россия В том Что Россия Не видит Малого и среднего Бизнеса В статистике Абсолютно Если его добавить По трубе То там Понятно Количество Жижи Оно там Действительно В процентах Мало Меняется И Всего Этого И цифры Роста То более Менее Стабильно А в невидимой Части экономики Вот если ее Добавить Тогда Я думаю Что Ну да Может быть Не 4% Но Падаем на 2 Это уже Как говорится Я все таки Сомневаюсь Я думаю Что Мы Близко к нулю Находимся Вот если Делать Две поправки Первая На ложь Статистики А второе На неучтенку Да Вот Неучтенка Выступая Я имею ввиду Там Малый и средний Бизнес Который в серой Зоне Находится Индивидуальные Предприниматели Самозанятые То Наверное Это и компенсирует Статистическую Погрешность Олег Вьюгин Бывший Первый Зампред СБ В 2002 2004 Году Бывший Руководитель Федеральной Службы По финансовым Рынкам Ныне Ныне Председатель Совета Директоров МДМ Банка Высказался И по поводу Волатильности Курса рубля И вообще По поводу Положения Дел В стране Некоторые Из его тезисов Мне показались Интересными Я хочу вас Попросить Прокомментировать Значит Недавнюю Волатильность Рубля Вьюгин Связал Не только С ценами На энергоносители И не столько С ценами На энергоносители Сколько С оттоком Капитала Из страны С бегством Проще говоря Инвесторов Кстати Любых И портфельных И фактических Люди бегут Из ОФЗ Соответственно Рубль По этому поводу Испытывает давление И в следующем году По его сведениям Он пообщался С коллегами ССБ Этот отток Капитала Будет только Нарастать А поскольку Еще от Моих знакомых Нефтяников Я получил Информацию Что и нефть Может упасть До 30 Примерно Долларов А вот По совокупности Всех этих Факторов Олег Рубль В среднесрочной Перспективе Каким Вам видится Скажите Ну вот Мы в последний раз Когда обсуждали Мы говорили О том Что есть Очевидный Тренд На Снижение Курса Рубля Да Вот Вчера Нет Не вчера Позавчера То есть 3 ноября И сегодня 5 мы видим Что курс рубля Растет Рубль укрепляется По отношению К доллару Но в стратегической Перспективе Конечно Будет снижаться Безусловно И дело здесь Даже не в ценах На нефть Я Затрудняюсь сказать Какими они будут В следующем году И считаю Что это крайне Неблагодарное Чем Курс Доллара Прогнозировать Ну вот Что очевидно Что политическая Нестабильность Она в России Резко вырастет Ввиду тех Планов О которых я сказал И даже если Этот план Не будет реализован То будут реализованы Другие Политические планы Вот Так или иначе Рост политической Нестабильности Вызовет К дальнейшему Оттоку И к бегству В доллар Как в резервную Валюту Как спасение Как прибежище Для тех Кто держит Сейчас рубли У нас вот сейчас Сколько на руках Я сегодня Видел статистику Что у бизнеса И у граждан На руках Сейчас На руках 12 триллионов рублей Сумма Значительно выросла Того Что мы держим На руках Ну или там В губышках В банках Стеклянных Имеется ввиду Вы-то в погребке Я понимаю Там В кубических тоннах В ящиках В виски Я монетизировал Рубль в твердую валюту В мя В самую В жидкую В жидкую Валюту Перевели Благоразумно Александр Георгий Благоразумно В критический момент Мы здесь с вами Сможем засесть И месяца два Держать обороту Полную погружение Держать обороту Вот Так что Люди Почему это делают Почему они в кэш уходят Ну как почему Я думаю Что не доверяют Не доверяют Банковской системе В целом Не доверяют Надежности Не доверяют Надежности Национальной валюты Причем Обратите внимание Это массовая реакция Что же русский Народ такой Вот не доверяют И все Хоть ты расширил А опыт есть Есть опыт 30 лет Да Вот именно Я знаю людей Которые Трижды теряли Свои сбережения Начиная с 91 года Трижды Понимаете Это же И каждый раз Они Отряхивались Переживали сильнейшие Потрясения Двигались Вперед А потом Снова А потом Снова Да И вот За 20 путинских лет У нас конечно Рубль девальвировался Но у нас не было Деноминации Рубля Да Вот Не менялся У нас не было Банковской реформы Ну это самое Там реформы Какого-нибудь Конфискационного Толка Которые в России Обожают Ну да Конфискация ассоциируется Больше не чем Так что время для этого Исторически уже пришло Люди это ощущают И Мы их тоже предупредили Я сказал бы Что не надо Недооценивать Свой собственный вклад Мы честно говорим О том что ожидает Что ожидает Тяжелые времена И в эти времена Лучше находиться В кэше А еще лучше Если этот кэш Он валютный Ну по крайней мере Частью своей Позволите мне Рожарить Ну или в виске В вине Я В зависимости В копченых окороках В головках сыра Кому позволяет Так сказать Размеры по месте Что касается Вот этих вот 12 триллионов Позволите Ржавые 2 копейки Да Я не в курсе Сколько должен Корпоративный сектор Друзья Мы это сейчас Дадим Бегущей строкой Я цифру уточню Но граждане Совершенно точно Должны 20 триллионов Происходит Зачастую что Должны банкам Должны банкам Да То есть вот Со всех кредитных карт И со всех кредитных источников Деньги снимаются Действительно Превращаются в кэш Значит С таким Мощным финансовым планом Больше их не отдавать Конечно Люди предвидят Очень тяжелые Они надеются Что отдавать им не придется Совершенно верно Банки уже поживились Честно говоря Банки уже поживились Я думаю Что мы С неизбежностью Мне кажется Что это будет неизбежно Придем к финансовой амнистии Точнее К кредитной амнистии Я думаю Что это придется делать Мы с вами это обсуждали Да Просто То есть при всем При том что конечно Долги надо платить Это ну в общем Безусловно Это тоже Вот этот радиус доверия Понимаете Что мы вступаем В какие-то экономические отношения Которые в том числе Имеют моральное измерение Ну вот Нас с вами родители Так воспитывали Меня по крайней мере Что старайся в долг не брать Но если долг взял Да То отдаешь Ну это Как можно Видимо имелись ввиду Ботовые долги Что касается кредитов Это во всем мире Это цивилизованный инструмент Развития бизнеса У нас же Это инструмент Изъятия денег из экономики Абсолютно верно Но так или иначе Мы окажемся в ситуации Мне кажется Довольно скоро Когда люди В большинстве Окажутся не в состоянии Просто физически Воплачивать Эти кредиты Проценты по кредитам И тело кредита Что они будут Перед выбором Или кормить детей Или отдать деньги банку Мне выбор Кажется очевидным И естественным Здесь мы сейчас Бегущей строкой Дадим цифру Просрочки По частным кредитам Граждан И по кредитам Коммерческого сектора Цифры впечатляющие Друзья Не правда ли Продолжаю цитировать Вьюгина Силовые органы Слишком активно Живут в экономике Это надо рассматривать Как одну из причин Оттока капитала И снижения Инвестиционной активности Насколько мы про это говорили Значит Кстати К снижению Инвестиционной активности Приводит ситуации В судебной системе Значит Вьюгин По этому поводу Говорит так Опять его цитируют Предприниматель В скобках Гражданин Видимо имел ввиду тоже И государство Это неравные Величины в суде Мы Валерий 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 Скажите мне Пожалуйста Сколько сейчас Людей На данный момент Даже хотя бы Из наших зрителей Понимают Что проблема В судебной системе Прямо влияет На их нынешнее Благосостояние Как вы думаете Я думаю Очень многие Очень многие Потому что Поскольку людям Обращаться некуда Они идут в суды Практика обращения В суды Носит массовый характер И все Кто туда приходит Конечно Сталкиваются С чудовищным российским Судопроизводством Чудовищным Медлительным Неэффективным Забюрократизированным Катастрофически Несправедливым То есть Суд И несправедливость И беззаконие Это синонимы Вот сейчас в России Конечно Это синонимы Люди все прекрасно понимают Хотя бы Судили Несправедливо Но быстро Так еще и годы Несправедливо И медленно Изматывающе Изматывающе С тебя все жилы Вытянут Ты окажешься виноват Хотя оказалось По всем законам И по совести Ты прав Ну что Ну что об этом рассказывать Все кто в суд Обращался За небольшим исключением Это знают Ну вот кстати Таким прицепом К вопросам Судебной системы Системы В нулевые Владимир Владимирович Путин Это все помнят Во всеуслышание Сказал что Как только он Пришел на должность Сказал что Мы будем руководствоваться Верховенством закона И многие Валерий Дмитриевич Ему поверили Тогда И действительно Пришли инвесторы Не только портфельные Но в 2006 В 2008 Ситуация Развернулась С точностью Наоборот Это кстати Вот эта точка Перегиба Совпадает С датой Мюнхенской речи По моему Это же в 2007 Году Было Да Вот и сейчас Повернулось Так что Дмитрий Валерьевич Потапенко На ихе Москвы При живом Глафреде В Венедикте Сказал что Путин Образца 20-го года Наверное Б расстрелял Путина Образца Нулевых Вот почему Изменил Так сильно Изменился Паттерн Поведения Взрослого И сложившегося Человека Это же не часто Бывает Ну как бы В обычной жизни Фраза Красивая Броская Но ничего У Путина Не менялось Он просто Модифицировал Своё поведение В зависимости От обстоятельств Пока цены На него были Низкими Он не был уверен Себе как в президенте То есть он не смог Сформировать опору Он вел себя Одним образом Как только цены На нефть Стали расти Расли довольно долго И у страны Появили свободные средства А Путин Консолидировал власть Он стал вести себя Иначе Но это один и тот же человек С одним и тем же Мышлением С одной и той же Стратегической культурой И он решил Что пора Показать зубы Пора Сказать Построить Аффективную Авторитарную модель Ну вот мы всё и увидели Зубы показала Модель построил Да И доходы наши Сократились Это один и тот же Путин Никаких кардинальных изменений С ним не происходило То есть всё в себе Вполне Укорбывается Ситуация Контекст Контекст Определяет выбор Линии поведения Вот вы выбираете Из нескольких Возможных вариантов И тот Который Считаете Наиболее эффективным Исходя из Вашего собственного Мировоззрения Не Ну Тогда Конечно Первые половины Нулевых Он хотел выглядеть Выскал Если не либеральным То очень цивилизованным Правителем Вот как раз Перелом То Знаете Он носил Такой морально-психологический Характер Ему надоело Притворяться Честно Вот мне Люди Которые его хорошо знают Ему просто надоело Притворяться Он решил стать тем Кем он всегда является Такой реальный Четкий пацан Вот И пошло Поехало Кстати Вот в последнее время Много Появилось Слухов О возможных Кадровых Перестановках Мы об этом Друзья Много говорили И разломы Обозначились По линиям Мишустин Белоусов С одной стороны Силуанов С другой И Мишустин Белоусов С одной стороны И Набиуллина С другой Стало ведь очевидным Всем Валерий Дмитриевич Что Много недовольных Последствиями Монетарной политики Минфина И ЦБ Коротко Друзья Смысл Этой политики В том Что Кредитной ставкой И банковскими Нормативами Не пускать деньги В реальный сектор Экономики Я знаете Что во всем Этому не понимаю Ведь люди Которые Приходят на высшие Государственные Должности Валерий Дмитриевич Они же Подбираются Под политику И Поэтому Я так понимаю Что Председателем ЦБ Набиуллина Может быть А допустим Тот же самый Вьюгин Или допустим Глазев Не могут быть Политику Обычно Всегда У нас Определял Президент Поэтому Смысл В этих Кадровых Ротациях Было Немного Это все Было В пределах Вот этой Аппаратной Возни А сейчас Что Поменялось Ведь Идет Разговор О принципиальных Вещах Об изменении Экономической Линии И вроде бы Без Участия Президента Все Таки Не совсем Так Это не делается Без Участия Президента Это Не просто Преувеличение Это Откровенная Неправда Правда То Что Это Обсуждается Это Обсуждается Давно Обсуждается Президентом С его Близким Окружением И правда То Что Есть Люди На снос Вы Собственно И всех Назвали Это Мишустин Это Силуанов Это Набиулина Они Все Идут На снос Мотивы Или Формальные Причины И фактически Тоже Несколько Разнятся Мишустин Как Неэффективный Антикризисный Менеджер То есть Его брали Под одни Задачи Но ситуация Помните Кардинальным Образом Переменилась И нужен Значит Считает Путин Эффективный Кризисный Менеджер Есть Список Из таких Менеджеров Которые Могут Возглавить Правительство Несколько Человек Я не буду Всех Перечислять Алексей Кудрин Считается Очень вероятным Кандидатом Антикризисный Менеджер Человек Который Пользуется Как вы Знаете Личным Доверием Владимир Владимирович Поэтому Все то Что сейчас Кудрин Говорит Публично Стоит Рассматривать Именно В таком Контексте А вот Набиулина Силуанов Должны Пойти Под снос Не только Ввиду Недовольств Их монетарной Политикой А как Лица Ответственные За Девальвацию Рубля Но для этого Надо чтобы Девальвация Дошла до конца И тогда На них Все списать Кроме них Еще несколько Очень важных Министров Будут Отправлены Предполагается Отправить В отставку Когда Вот тогда Когда Владимир Владимирович Обнародует Свои планы Транзита Предположительно Это будет В январе Но он не может Откладывать Просто У него не очень Много времени Ему придется Эти планы Обнародовать В январе Может быть Даже как Помните Когда 20 лет тому назад 31 декабря 99 года Не ухожу На обращение К нации Да Да Приблизительно Так это Может произойти Не факт Мы с вами Просто обсуждаем Возможности Но то Что подготовка К этому Идет полным Ходом И вот Вы Несколькими Минутами Ранее Упомянули Что правительственные органы Они имитируют Деятельность Так это И есть Первопричина Они знают Что все Скоро изменится И зачем Им рисковать И зачем Им вообще Стараться Зачем Им наживать Колотев Баку Лучше Выжидать Как только Чиновники Узнают О том Что готовятся Большие перемены Где самые Будут Большие перемены За последние 20 лет Они тут же Перестают Работать И впадают В состояние Легкого Анабиоза Так сказать В режим Самосбережения Они берегут Самое ценное Что есть у страны Это себя То есть Вы фактически Говорите о том Что это признак Надвигающегося транзита То есть Когда аппарат Ведет себя Таким образом Сейчас готовится Бросили Что значит Надвигающего Он идет уже Вот Смотрите Законопроекты Да Там Пожизненное Членство В совете Федерации Для бывших Президентов Сегодня Законопроект Который внесен О гарантиях Президенту Бывшим президентом Российской Все в режиме Реального времени Это происходит Так спешно Потому что Это должно быть Все завершено Законодательная база К новому году Ну это же видно Просто надо посмотреть Все видно Все перед глазами А у нас люди смотрят И знаете Так мигает Фу Им смешно Что здесь смешного нет Все идет по плану Его сроки Могут Чуть-чуть Смещаться Чуть-чуть Условно Удлиняться Или наоборот Укорачиваться Но времени Осталось Очень мало Все до нового года Вся законодательная база Должна была быть завершена Ее завершат Вот это вот Речь президента Я устал Я ухожу В редакции 2.0 Она вообще Насколько Назрела Перезрела И насколько Она востребована Она абсолютно необходима Он не сможет управлять Россией Александр Георгиевич Можно выставить двойника На какое-то время Но ненадолго Если у него двойники Да есть Да есть Обычно их используют На мероприятиях Где президент Не выступает А что касается Допустим Спорта Он давным-давно В хоккей не играл Это просто бред Когда вы видите И узнаете о том Что президент забил 10 шайб Это не он забивал 10 шайб Уже давным-давно Он не в состоянии Стоять на коньках И играть в хоккей Вот Так это выглядит Александр Георгиевич Но нельзя Понимаете Подменять его Там условно-долго Это не как в фильме Помните был знаменитый фильм Акира Курасава Кагимуши Он в российском прокате Назывался В советском Тень воина Замечательный фильм Ну Долго эта история Не протянется Можно по личным причинам Злоупотребить служебным положением И несколько подробнее Остановиться на фигуре Антона Германовича Силуанова Вот На портал Хотите занять его место? Валерий Дмитриевич Да куда мне С моими Легонько 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 Александр Георгиевич Ну Решайте Или авиационную промышленность Поднимать Или легонькую Как и Валерий Дмитриевич Легче Я готов хоть к пчелам вули Лишь бы только в коллектив Помните Опять вспоминаю Федота Стрельцева Вот не надо к пчелам вули Алексей Ни в коем врать Опухните Так все-таки Возвращаясь к Антону Германовичу Вот портал Незыгорь Много писал о разных Всяких аппаратных признаках Его грядущего увольнения Правильно писал Потому что Незыгорь питается Песковым Песков сообщает Ну а один из источников Не только он Вы положите Что он на надежный источник Может порга? Нет Вот как раз В Незыгорье Да В Незыгорье Да И два Высокопоставленных офицера ФСО еще Являются источниками Незыгоря Так что Значительная часть Эта информация Тачина Вы понимаете Аппаратные признаки Аппаратные Призраки Призраки И признаки Вот Но еще раз Это не обязательно же реализуется Но надо понимать Это вот планы Это планы всерьез подготовленные Я объясняю Что надолго их отложить не придется Но сами по себе планы могут модифицироваться Ну вот смотрите Вот эти оставки Вроде бы как Там Не беря внимание Даже источник Есть общеизвестные причины Та самая политика Минфина Которая привела С одной стороны К парадоксальным результатам С одной стороны Падение рубля С другой стороны Заморозки внутреннего производства Одновременно Причем Плюс Как пишет Низ Игорь Силуанов выступил в руле Цитирую Источник Осьминога Паули И высказался Об исходе выборов В Америке Что Никогда не приветствовал С Кремлем Ну вот Я вам хочу сказать Что Экономические субъекты Всегда плохо Относились к Силуанову Из-за того Что Считает его виновным Именно этот человек Перекрыл поступление Нефтяных денег В экономику Своим вот этим Бюджетным правилам Вот что можете сказать О его Действительно О его временных Перспективах Раз что-то Отставка Предопределена Сколько он еще Просидит Непонятно Продолжение следует...